Я хотел сегодня сделать пару шагов в продолжении давнего разговора про Теодицею по книжке Йова. Значит, краткое содержание предыдущей серии. Теодицея по смыслу своему оправдания Бога, то есть это постановка вопроса о том, почему, собственно говоря, существует зло, и каким образом мы можем за это наличие зла Бога оправдать. Формы постановки этого вопроса и попыток его решения огромное количество. Я говорил о одном из старейших экземпляров подобного рассуждения. Это книга Йова, часть Ветхого Завета. Там краткий сюжет к следующему. Есть человек, праведность которого подтверждена Богом, который, так сказать, за ним присматривает, любуется им, если угодно. Но, тем не менее, Бог считает нужным обрушить на этого праведного человека целый ряд бедствий. То есть, получается, что эти бедствия не являются наказанием человека ни за что. Они также не являются никакой, видимо, формой педагогики, потому что, собственно говоря, не вполне понятно, чему бы его можно было научить воспитать такими мерами. Ну и поскольку Иов праведник, он это тоже про себя знает, то его сильно интересует вопрос «за что?». И вот он сидит за чертой города и бунтует против Бога тем способом, что требует его показаться и объяснить, какого черта вообще все это происходит. «Горе Иова разделяют его друзья, которые приходят, чтобы его утешить, его посочувствовать». Ну, в общем, точка зрения его друзей, которую они очень многословно, цветисто излагают, довольно проста, если посмотреть на логическую структуру. Она такая. Бог справедлив. «На тебя явно эти наказания были направлены самим Богом, потому что это не какие-то случайности, совершенно очевидным образом. Значит, ты в чем-то согрешил. Тебе надо раскаяться и попросить у Бога прощения. Иов стоит на своем, упорный, как баран. Нет за мной никакого греха. Это все ни при чем». В конце концов, их препирательство прерывает сам Бог, который обращается к Иову с речью, которая очень странная. Она странная, потому что, по всей видимости, она не имеет никакого отношения к тому, собственно говоря, о чем его спрашивал Иов, когда предпринимал бунт. Иов-то спрашивал о чем? В чем смысл? За что эти наказания? Почему такая несправедливость? Почему в принципе эта несправедливость, так сказать, в том мире, Богом которого является Ягва, царит несправедливость? Отвечая на все эти вопросы, Бог ничего не говорит по существу дела. Он просто описывает великолепие Вселенной, замечательность созданного мира, тех существ, которые в этом мире живут. И вот в таком духе говорит Бог. Однако, по какой-то причине, Иова эта речь убеждает. И он публично говорит, что теперь понятно, теперь я снимаю все свои, так сказать, бунтарские возражения, и рад услышанному. После чего, очень примечательное обстоятельство, Иягва обращается к друзьям Иова и говорит, а вы, паршивцы, совершенно неправильно обо мне говорили. Вот вы тут долго и в подробностях рассуждали о том, какой я справедливый и замечательный, так вот вы говорили абсолютно неправильно, а прав был в своих речах Иов. Поэтому, чтобы я вас простил, там вы должны совершить джерстоприношение, ну и, в общем, некоторый очистительный ритуал. Все, после того, как этот ритуал совершается, дальше просто описание благоденствия Иова, который возвращается к нормальной жизни и проживает еще долгую, прекрасную жизнь, вот и умирает, как сказано, насыщенные днями. Вот, вопрос в том, как толковать, в чем смысл вот этой самой речи, финальной речи Ягоды. Здесь, чтобы к этому подобраться, надо сделать некоторое отступление. Отступление вот какого сорта. Что желает, когда некий человек обращается к Богу, ну, к языческому Богу, имеется в виду, он что прежде всего узнает, что прежде всего ему необходимо? Ему прежде всего необходимо узнать имя этого Бога. И вопрос этот для язычника далеко не праздный, потому что в имени Бога, языческого Бога, заключена вся, так сказать, сущность того служения, который Бог ждет от человека. Например, Афродита ждет того, что ей будут поклоняться тем способом, что будут любить. Артемида ждет поклонения наоборот, тем способом, что будут соблюдать девственность и никакой любви не будет вовсе. Именно в этом контексте, очевидно, следует понимать другое место Ветхого Завета, об этом пункте я не помню, в прошлый раз я говорил, нет, вроде бы нет, о том, как Моисей обращается к Богу с вопросом. Там помните, только короткая история, что Моисей был простой пастух, ну как простой, у него там была какая-то сложная предыстория, загадочное происхождение, но тем не менее, в тот момент, когда к нему обращается Бог и поручает идти к евреям, которые находятся в Египте, вот, чтобы объяснить им, что они должны поверить в меня, и тогда я их выведу из этого Египта. Вот. А Моисей, как бы, все это дело выслушали, да-да-да, я понимаю, ты Бог, все такое, я всей душой готов, но у меня к тебе вопрос. Вот я приду к этим людям, к евреям, и скажу, Бог ваш, так сказать, вас призывает ему служить, поклоняться. Они меня спросят, а как имя этого Бога? Что я должен им сказать? По всей видимости, Моисей, как нормальный язычник, задавал этот вопрос именно в языческом смысле этого слова. Это не просто пустая формальность знать имя Бога. Он пытается тем самым разузнать, какое служение этому Богу будет предпочтительным. Собственно говоря, правильно. на что ягвы, ну то есть на что этот Бог, обратившийся к Моисею, говорит, ну ты знаешь, мое имя, ну вот в нашем переводе говорится, что я есть им сущий, я есть сущий. Это такой случай не перевода, а как бы сказать сильного-сильного толкования. Потому что вот это вот имя Бога, которое заключено в четырех буквах и которое мы в точности не знаем, как должно было произноситься, вот наиболее распространенной версией является, что это, видимо, произносилось как ягвы. Вот он произносит в качестве имени Бога вот это самое четырехбуквенное слово ягвы. что оно означает? Оно означает буквальным образом я есть тот, кто есть. В контексте, то есть обратите внимание, что и в этом случае Бог не отвечает на прямо поставленный вопрос, как и в случае с Виллом. Я его спрашиваю, какого рожна со мной и вообще со многими творится несправедливость? на этот прямой вопрос Бог не ответил. Тут его спрашивают, как твое имя? И он прямо не отвечает, он просто говорит, я есть тот, кто есть. Он уклоняется от ответа на этот вопрос. Это можно понять минимум двумя способами такую уклончивость Бога. Можно понять тем способом, что он почему-то желает скрыть свое настоящее имя от Моисея. Но это крайне шатко, потому что если ты хочешь скрывать свое имя, а имя это есть форма служения, которая тебе будет воздаваться, то тогда какого черта ты обращаешься к людям и хочешь чтобы они тебе служили. Если ты хочешь чтобы они служили, тогда скажи прямо как тебе служить. Иначе зачем ты вообще к ним обращаешься? Если ты хочешь это от них скрывать, тогда не обращайся. Просто нахрест. Ну и второе здесь предположение, что вот этим своим ответом единый Бог желает показать свое принципиальное отличие от любого языческого Бога прежде всего. Он не называет своего имени и тем самым дает знать, что нет никакого специфически выделенного способа служения ему. То есть он, грубо говоря, если любой языческий Бог конкретный и достаточно специфицированный со специфицированным служением ему, то единый Бог допускает любую форму служения. Можешь служить ему любовью, безбрачием, торговлей, без разницы. Бог, не открывая своего имени и говоря тем самым, что имени у меня нет, позволяет делать и то, другое, и пятое, и десятое. А почему? Ведь казалось бы, не открывая свое имя, значит у него может быть другая форма служения, она не связана ни торговой, ни безбрачием, а что-то совершенно иное. То есть некая оформленная деятельность, я бы хочу сказать. Познаться? Ну не знаю. Ясно, что когда служит путем сохранения безбрачия, это некая деятельность, вставший готовый форм. Служим Артемиде таким образом. Или Афродитии в форме красоты. Это тоже некая готовая форма. А здесь как-то иначе. Это первое замечание. А второе замечание, что Бог хоть и единый, но Он говорит нет, да не будете вы служить другим Богам. То есть подразумевает, что есть другие Боги. То есть другие Боги они есть рядом, рядом, предоположны. Ну ты говоришь то же самое. То есть это означает, что служба мне как раз не подразумевает, служить путем сохранения безбрачия. Нет, я имею ввиду, что если Боги другие родоположны, значит и этот Бог является каким-то видом служения отдельным, частым служением. Просто надо понять, в чем его частность состоит. и ведь есть же очень замечательное другое определение Бога, Бога-еврея. То, что это Бог народа. Вот те были Богом богини-девственницы, богини-красоты, богини-кого-то там, гончара, вора и торговца, как бы национальное существо. Как бы эгрегор, типа, воплощенный. А как еще? Слово эгрегора изято как раз из-подикнижия Моисея. Я просто этого слова не очень понимаю. Эгрегор. Это способ огласовки его имени? Не знаю, способ огласовки или никак. Но эгрегор это некая ментальная, духовная, самостоятельная сущность. У тебя есть душа или дух народа. и он принимает такой персонифицированный характер. Вот он эгрегор получается. Таким образом я бог оказывается, я бог вот именно евреев, а не гончаров, моров, пиратов, им реплавателей. Он такой карманный. Ну не карманный, наоборот. Действительно есть разные аспекты, как можно понимать бога. Можно бога понимать в смысле определенного рода сфер, да, то есть сфера красоты, сфера власти, сфера безбрачия и прочего. А можно понимать бога как бога народа, да? Да, это очень специфический подход. Почему тогда оказывается, я на что хочу обратить внимание, что в этом смысле бог является богом судьбы. Если бог Афродита и кто-то еще не является твоей судьбой, потому что ты можешь быть либо гончаром, либо мореплавателем, либо лором, либо пиратом, и ты всякий судьба. Ты вот решил, ты его раб. Ты родился еврей, вот ты еврей и умрешь. Ничего ты с этим не сделаешь. Это твоя судьба. То есть ты не можешь выбрать. Не можешь, Служение выбрать нельзя. Нельзя. Ты как раб родился, да, да, По факту рождения это как бы некий бог судьбы. Еще как бы бог еврейский постоянно говорит, что Израиль сын мой называет и так далее. В каком-то смысле он его как бы усыновил. тут надо понять, что тогда является формой служения. А формой служения ничего не является. Именно формой служения как в этой притче о Иове так и получается, что я твой господин, я настолько велик, я настолько страшен и необъятен и чудовищен, что я с тобой могу сделать все, что угодно. И ты как настоящий раб. Как настоящий тварь дорожающий. Ты не должен даже адресоваться мне, почему я это делаю, потому что я твой господин, а ты мэра. Я твоя судьба, я все. Причем он как бы не Иов уже говорит, а как бы говорить между делом, а Иов просто присутствует. Да, это безусловно. Я забился с Богом и Грегором соседнего племени, что у меня есть праведный Иов. То есть он забился, может быть я проиграл тебя в карту. Этого никто не знает. Сатана это был Бог какого-то Соседнего. Ну как это да, что у индоевропейских народов у них Боги, а дьяволы у них Асуры, допустим. А у соседних народов наоборот. Это ведь везде у индоевропейских народов так происходит. Но видите Иву это же Бога какого-то отдельного народа. Да. Или Ал Бога отдельного народа. Да, безусловно. И этот значит про кого еще можно сказать. Шайтан знаете, да? Это реальный Бог, которому поклоняется от самых многочисленных народов на земле. То есть курды. Ну просто для них это как бы Бог. И тогда у тебя другое отношение. То есть если получается греческое отношение к богам это отношение все-таки свободы. Потому что я пришел я возлагаю сегодня кровь имиам и приношу жертвы в Афродите. А вчера я возносил это дело Афини. Тут нет здесь у тебя есть. Абсолютно. Бог Бог судьбы с Бог фатума есть. Ну это они по-другому. Он общий для всех. эти как они Мойра да? Который судьба такой. Ну тем не менее. Судьба у них тоже есть. Жизнь разбита на аспекты и в каждом аспекте действует некая бодзина. То есть ты можешь служить и богу то есть например Артемии тем что хорошо и красиво охотиться и сохранять при этом девственность. Ну вот такой способ. Ты можешь служить воров и торгов центра. Это вот такая ситуация. всякий раз еще почтальонов. А почтальонов это я не знал. А ну наверное да. Это наверное более позднее изобретение. Понятно что он не гельмес он же был не только вот этим покровителем он был еще посланником между богами и людьми и поэтому все вестники все кто доставляли туда сюда новости они его тоже его да и вот если мы посмотрим на плечу таким образом то мы постараемся понять что это принципиально другое не греческое понимание бога а бога как бога судьбы как бога как тотального бога который устанавливает между собой и человеком не отношение относительно свободы как это получается у греков а это отношение абсолютной зависимости то есть такого которому даже представьте что ты это сделаешь совершенно невозможно ты задаешь вопрос и ты в качестве милости можешь получить что я велик я господин я царь всего сущего а ты никто нет на самом деле я сам это понимаю помнишь когда у меня первый раз все забрали он сказал бог дал бог взял все нормально как бы не было проблем ну да ну это ну друзья йогу пока они вот они задают вопрос вот они вот такие неверующие но это бог судьбы я что хочу заметить что в любом случае это не бог абсолют церкви то есть второго тысячелетия нашей ни в коем случае это не абсолют это вот именно как злобный бог грегор одного племени интерпретация не противоречит и вообще это все понятно мы просто оппонируем этому известному интерпретации йогу многовестного киркигора уже в ритме вот вот так тем не менее ну вот смотрите это интересный момент то есть смотрите где начинается расхождение начинается расхождение в попытке понять вот что означает вот это вот неназывание имени богом евреев может быть это означает действительно что это бог народа ну фактически конечно это так и было я просто совсем не понимаю что это может означать в качестве служения этому богу получается что получается что этому богу я служу просто ну как бы генетически да по факту рождения по факту рождения ты его тебе надо это может быть я его и рак я просто не понимаю как я могу в этом участвовать как 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 мне служение можно выбрать а я говорю что ты уже по факту не нет а что я не понимаете служение это некоторое действие которое совершается вот ну целенаправленно будешь жить по благо рейского народа не обязательно во благо но ты вот по факту по своему факту своей жизни ты независимо от того отрицаешь ты все равно ему смотрите чем вот мы это вот часто не понимаем чем существование раба отличается от вольнонаемного человека даже храпостного например тем что ты как бы вольнерный человек ты тоже человеку служишь тебе платят за это деньги или ты чувствуешь себя обязанным по нему но в любом случае это твой выбор какой-то когда мы говорим о рабе то это вот такое несчастное существо для которого сама ситуация выбора она просто невозможна ее нет это все понятно непонятно как это все увязывается с линией рассказчика оно не умягчивается просто то что это был бог народа это правильно но это не только бог народа он как бы на вырос потому что жрецы других народов благословляли этого ну некогда некоторые благословляли а некоторые и не благословляли с теми с которыми он сталкивался жрецы никогда не благословали против этого не знаю я не знаю может он был настолько силен и ужасен может действительно евреи завели нет просто в этом боге что-то есть еще другое возможно что евреи завели себя бога речь идет именно Именно об Эгрегоре, с какой сущности. Это примерно то же самое, что завести не Бога себе, а завести просто личного карманного дракона, который будет ходить и прамию своего огня, и огня, и гнева уничтожать все что угодно. И они его принимали. Да, и потом Моисей, он же только с одной стороны был пастухом уже после изгнания, а так-то он вообще сын фараона, он был воспитан как сын фараона. Но он приемный сын. Приемный, да. Ну, это сложная и стремная история, как она там описывается. Но, тем не менее, это неважно. Это неважно. Но мы вот если поймем, во-первых, что он обладает исключительно, вот про что ты важно здесь замечаешь, что этот Бог обладает исключительно телесностью. Поэтому он фактом своего прихода даже жрецу другого племени, служащему, этой своей страшной, ужасной телесностью какой-то, мощнейшей, он может ему продемонстрировать, что он именно Бог, то есть он именно то чудовище, противоречить которому нельзя и невозможно. Ну, это рассказ о драконе, это рассказ не о этом, ну, я так думаю, это не рассказ, по крайней мере, о Боге ученых и философах, это точно. Могу коротко привести, как бы, при первом столкновении с этим Богом жрец другого народа получил большое состояние только за то, чтобы он проклял еврейский народ, не своего Бога. Он не смог его проклясть и благословить. Потом в храме, в храме, я не помню, что там было, но оказалось так, что жрецы другого народа охраняли этот храм и каждый раз приходили, было столкновение опять с этим Богом, еврейским народом. Приходя в этот храм, видели своих богов, своего бога, лежащего на полу разбитого. И что еще, когда у евреев вылотнят Ковчег Завета, другие народы вынуждены были Ковчег Завета вернуть, потому что на них обрушили страшные бедствия. Ну. Они вернули Ковчег Завета и заплатили квасольную. Вот я и говорю, что вот этот, что он обладает вот такой сверхъестественной телесностью, вот именно, он просто реально вмешивается в бой, трудно сказать, что на стороне еврейского народа, скорее, еврейский народ, на его стороне. Но это вот все равно, что завести карманного дракона, вот реально карманного дракона личного. А мне кажется просто, что те, кто пишет историю, пишут ее под себя, естественно. Потому что евреи, естественно, писали так, как им надо было. Это другой разговор. Просто вы тут описываете, как будто такой бог прямо ужасный, и священники других богов просто приходили, поклонялись. Это способ опозорить просто других богов, и все. Боже говорение, а не факт. Мы-то его пытаемся понять не как бог ученых-философов, не как абстрактный абсолют, а как нечто обладающее телесностью. Он как некое сверхъестественное существо, воюющее, убивающее, уничтожающее, разваливающее других богов. Вот я и говорю, что он обладает телесностью. Это все равно, что… А теодицея это при чем? Теодицея здесь ни при чем. Мы же говорим о теодицею. А вот на теодицею Игорь уже на это дело не ответил таким образом. Ты уже закончил, Игорь? Нет. Теодицея и говорит, что друзья Игорь пытаются задать вопрос, а за что ему такое? То есть они воспринимают богу как судью, которая выписывает штраф за неправильную парковку. Вот. Это не пытаются таким образом. А здесь же не так совершенно. Если твои отношения с Богом не как с судьей, которым он тебе дал закон, а ты ему следуешь, а если ты ему не следуешь, то тебя наказывают. А если его отношения с Богом такие как у раба и господина, то тогда ты ему даже адресовать не имеешь права этот вопрос. Поэтому то, что он тебе ответит, насколько он велик, что Бог это и делает, Игорь, вот так он и отвечает. Что он сотворил все сущее, все на земле. Он необъяснимо сильен и прекрасен. Поэтому как раб ты к нему вопрос не можешь задать. А твой мир, он таков, каков есть. Ну да, блин, у вас, у рабов там люди воруют, друг друга насилуют, все это происходит. За что мне это, Господи, а не за что. Я поспорил, говорю, с Богом соседнего племени. Я проиграл, а тебе я сейчас отрублю руку. Это не твой зуб, не мой зуб, а это вот его зуб. С тем, с кем я поспорил на твой зуб. Вот это только. Ты это можешь только принять. Ты его ни в коем случае. Поэтому это, кстати, концепция очень вещь. Она потому, что театр цель как таковой она скорее отрицает, чем позволяет с ней расправиться. Вот эта штука где-то, а лицеи нет. Почему отрицает? Потому что вопрос, а почему так устроено? Остается. Да. А вопрос, а почему так устроено? А ответ очень простой, потому что ты ты раб, а я твой господин. Все. Ну, обратите внимание при этом, что это лишь интерпретация. Игорь предлагает вот эту интерпретацию, которую я не до конца могу, видимо, понимать все связующие части. Ну, да. Такая возможна. Я говорю о другом. Я говорю о другом, что здесь из этих же самых мест можно извлекать некоторый другой смысл. Бог. Да, это интерпретация. Ну, как вот у Игоря интерпретация. Ну, да. Вот. Возвращаясь к смыслу вот этого самого анонимности Бога. Тут вот в чем дело. Дело в том, что Бог, конечно, скрывает свое имя. Скрывает свое имя в прямом вопросе и в прямом ответе. Но на деле, конечно, имена у этого Бога есть. То есть, Он обозначает, каким образом Ему можно служить. Он обозначает. Ну, там, например, действительно, судья должен судить справедливо и тем самым он служит Богу. Ну, и множество, множество других форм. Даже то обстоятельство, что Он потом выдает список заповедей и в целом вообще весь закон своему народу, как раз и говорит о том, что Он определяет формы служения. Он просто их не специфицирует. Он действует не так, как действует языческий Бог, который говорит, что вот есть там 2-3 формы служения мне, а все остальные не годятся. Нет. Тут как бы спектр громадный. И Тора иудейская, она как бы чрезвычайно многообразна в силу еще и этого обстоятельства. Поэтому, если говорить о некоторой там свободе или не свободе, я бы сказал, что в этом пункте иудей свободнее язычника. Потому что он может действительно выбрать из огромного спектра служений все тому же самому Богу, без опаски того, что, как это было сплошь и рядом с язычниками, что его служению какому-то определенному Богу позавидует другой Бог. Поэтому, не знаю. Конечно, язычник в некотором роде тоже свободен, когда он свободно исполняет свое служение. И в этом служении он, так сказать, возвышается чрезвычайно. И само это служение выступает наградой и воздаянием язычнику. Это все тоже весьма прекрасная и глубокая форма служения. Но просто иудеев это происходит несколько иначе. И, кстати сказать, что бы это означало, что есть вот это множество имен, но ни одно из этих имен не выделяется Богом в качестве, вот уже единым Богом, в качестве каких-то особенных. На мой взгляд, это означает, что Бог тем самым дает понять о том, что есть разница между именем Бога и им самим. Вот смотрите, что было с языческим Богом. Это просто для контраста. Языческий Бог совпадает со своим именем. Потому что он мало того, что просит служения в такой форме, он еще и сам существует в этих самых формах. Артемида сама охотница и сама девственница. Афродита сама любит так, что закачаешься. Гермес сам торгует и ворует так, что просто не удаешься. Он сам есть эта форма существования, если угодно. И поэтому, кстати сказать, это обстоятельство довольно выгодно для язычника. Почему? Потому что когда я в качестве, конечно, совершенно конечного человека и вовсе никакого не Бога. Но если я, тем не менее, могу служить этому Богу очень хорошо, я совершенен в своем служении, то я становлюсь буквально равным Богу. Что вот, скажем, в истории с тем же самым Ипполитом, на которого сегодня уже мы с разных сторон намекали, именно так и происходит. Ипполит не просто лучший из слуг Артемиды. Он охотится с ней плечом к плечу. Он как бы держит себя на равных с Артемидой. И она признает равенство Ипполита. Человек становится Бога равным. Можно воспринимать, конечно, это как некоторую метафору. Но, тем не менее, во всяком случае, это обозначение того, что вытекает из такой концепции Бога. Если ты сможешь совершенно служить этому Богу, ты становишься равным Богу. А еврейский Бог, когда на прямой ответ, каково твое имя, говорит мое имя никто, но потом выясняется, что все-таки некоторые имена есть. То вот это вот обстоятельство, что с одной стороны на прямой ответ он говорит мое имя никто, но потом де-факто выясняется, что в общем-то мое имя и справедливость, и любовь, и охота, и виноделие, и что хотите. И просто все что угодно. Ну ведь это же, на это же нет, по большому счету, ссылок, что ты хороший винодел, тем самым ты служишь иудейскому Богу. Разве есть на это какой-то намек даже? Ведь есть как бы массу намеков, именно вина дела, тогда человек должен хорошо делать свое дело. Ну и что, это является формой служения Бога? Да, это форма служения Бога. И где же такие намеки у нас? Слушай, ну хорошо, возьмем, чтобы не далеко ходить. Иов, каким способом он праведен? Он праведен тем способом, что он прекрасно управляет, во-первых, своим хозяйством, во-вторых, он прекрасно судит, поскольку он назначенный судья. И тем самым он, и он это делает прекрасно. И поэтому Бог говорит ему, что он праведен. И совершенно невозможная ситуация, что если он начнет прекрасно воровать ее таким образом, он будет служить опять этому самому Богу. Или пойдет пиратствовать. Уже это не является дневным образом. Нет, 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 смотри, ты говоришь о другом, что далеко не всякая форма действия является именем Бога. Да. Так я этого и не говорил. Я еще хочу заметить, что если у тебя не все формы действия являются формой служения Бога, то это вообще тогда и никакая не является формой служения Бога. Почему? А почему? Там уже ограничено, где все завтра идет. Ну вот это. Ну то есть соблюдаешь субботу. Соблюдаешь субботу и лагуру. Игорь, ты правильно обращает внимание, что иудейский Бог, он на самом деле морализирующий Бог. Да. В отличие от богов язычников. Морализирующих. Я хочу обратить внимание. Ты говоришь другое. Ты говоришь, что раз он морализирует, то значит нет ни одной формы праведного служения. Да. А как это вытекает? Есть форма закона. Есть форма закона. Что такое форма закона? Одно дело следовать этому как закону, а другое дело, чтобы это была твоя форма служения Богу. Не прелюбодействуй, это всего лишь одна из заповедей. У Артемии даже не так совершенно. У него девственность и охота являются ее формой существования. Да. А здесь у тебя есть некая внешняя форма закона. Что тебе это, мол, написано, и ты этому следуешь как некому запрету. Не как форме служения, а как запрету именно. А, вот что. Ты говоришь о том, что вот эта форма служения становится дистанцирована и от Бога, и от самого человека. Да, ты имеешь в виду слово Зимона. Совершенно правильно. Я не знаю, самое ли удачное здесь слово «закон», но по существу это действительно надо признать. Надо, правда, признать и следующее, что, как бы сказать, нечто в этом роде есть и в служении языческому Богу. Потому что служение языческому Богу, ты когда открываешь его имя, ты познаешь не только на самом деле форму его служения. Ты познаешь еще одно обстоятельство, что эта форма служения тебе предшествует. Она тебе как бы предъявляется в качестве готовой, ты должен лишь ей соответствовать. Но вот этот вот момент, что она тебе обнаруживается именно как предзаданное, это чертовски важно. И, например, это видно даже в современных условиях. Вот, скажем, по существу ведь о славянском язычестве известно раз-два и обчелся. Какие-то пустяки совершенно известны. И поэтому те люди, которые сейчас пытаются восстанавливать славянское язычество в качестве такой религиозной практики, они ведь по существу что делают? Они по существу создают этот культ. Они его придумывают прямо на ходу. Придумывают обряды, форму поклонения, они придумывают все. Но при этом они не просто декларируют, но они сами к этому относятся как к тому, что они восстанавливают то, что было. Они не придумывают ничего нового, говорят они. Мы просто восстанавливаем то, что было. Поэтому Конфуций, когда предлагает свое учение, он говорит, это не новое учение. Я восстанавливаю мудрость древних. Вот и все. И это все опирается именно на то, что предшествование, вот эта вот некоторая неизбывная внешность по отношению к открывающему человеку, она есть и в язычестве, она просто здесь, ну как бы сказать, не первая и не самая важная. А вот в случае с единым Богом, оно становится первым и самым важным. Форма же, когда предшествует, форма гончара, предшествует этому гончару самому как деятельности, это же не то в смысле в форме закона, что у него есть какой-то там закон. Да, да, да. Она предшествует всем таким способом, тем способом, что твое отношение к миру опоследовано некоторой формой. И тогда то, что чем ты себя опоследуешь в отношении к миру, форма гончара, или гора, или мореплавы, предстает тебе в качестве некого опоследующего, то есть готового. Это ничего общего не имеет сморализовать родствующим илдейским Богом, который говорит, а не убить, а субботу соблюдай, а не воруй и что-либо еще. Это совсем другой подход. А еще заметьте, все эти правила, ведь это единственное форма общежития. Опять речь идет о Боге народа. То есть не то, чтобы народ жил, не убивал друг друга, не брал друг друга раба, жену, не воровал и прочее, нужно эти правила. То есть фактически это просто правила общежития народа. Еще раз подтверждается факт, что это налога Бога. А также правила гигиены. Что толку в этой интерпретации? Это очень важно понимать, что ни о какой форме, то есть имя у Бога, конечно, оно есть у Ягоды, но это не имя в языческом смысле этого слова. Не имя как форма служения, но ни в коем случае. Это имя как кличка. Важно понимать, что в изяческом смысле у Ягоды Бога, у него нет имен, а есть только клички. Игорь Ильич Бакуновенко. Ну, кажется, это очень. Ну, как-то совпадает. Я бы хотел все же... Слово в данном случае, смотрите, слово кличка, она может быть и было сказано с намерением кого-то уязвить, я правда не знаю от кого. Ну, смотрите, по существу, конечно, с Игорем надо согласиться, потому что он настаивает на одной простой вещи, что предшествование, которое обнаруживается в языческом Боге и предшествование, которое обнаруживается в едином Боге, штуки очень разные. Ну, так я и говорю, да, я и сказал, что некоторые, ну, как сказать, тем не менее, и там, и там мы имеем в виду, мы имеем предшествование в разной форме, да, в разной форме, ну, форма имеется не форма служения, да, а просто само предшествование оказывается немножко иным. Ну, да, так в этом, как бы, ничего необычного нет. Это, как раз, на мой взгляд, и является ключом к дальнейшему, как бы, рассуждению о Теодицеи, потому что здесь основная моя гипотеза состоит в следующем, что вот это вот различие между Богом, именем Бога и самим Богом, дистанцированность, языческий Бог совпадает со своим именем, единый Бог дистанцируется от своего имени. Конечно, при этом возникают некоторые недостатки, что можно сказать, что это его не имя, а просто кликуха, которая есть нечто внешнее по отношению к Богу. Ну, Бога ради, вот. Главное, что эта дистанцированность между именем Бога и самим Богом, самим же Богом провозглашается и самим же Богом удерживается. Я думаю, что именно в этом смысл финальной речи Ягвы в книге Иова. То есть, это такая на две части разбитая цветистая речь, но суть ее, которая та же самая, которая заключена в коротком ответе Моисею на вопрос, какое тебе имя. Я есмь тот, кто есмь. То же самое делает Ягвы своей длинной речью в книге Иова. Потому что, что делает Ягвы, когда объявляет себя таким образом Моисею? Он указывает на себя, как на предшествование, только на предшествование, пока не говоря ничего о форме, то есть об имени. И в финале книги Иова он делает то же самое. Он указывает на себя, что я просто предшествую тебе. Он не дает себя в качестве имени. То есть, он не дает себя в качестве объяснения всему тому, что произошло. Он просто указывает на себя, как на предшествование. Вот именно из этого момента Игорь делает вывод, что значит, он тем самым говорит, что я здесь главный, а все козлы под благом. Вот именно так и делает. Не в том смысле, что он говорит, что я есть то, что есть сущее. Это ни в коем случае не так. А именно то, что я здесь главный, что я здесь господин, а ты все решаешь. Понимаешь, если бы это было так. То есть, если бы полностью здесь Иоанн не прав. Когда он говорит, что это Абсолют является как Абсолют, да ничего подобного. Пахан является как Пахан. Если бы это было так, если бы это было так, Игорь, то тогда совершенно необъяснима вот эта часть, когда Ягвы говорит, что Иов говорил обо мне правильно, а друзья Иова говорили обо мне неправильно. Понимаешь? Твоя эта точка зрения, точка зрения на Бога, как на Пахана, означает, что все были сявком, всем молчать, забиться под лавку. Он говорит, нет, ты прав, а ты не прав. И что? А в чем, напомни, пожалуйста, в чем прав Иов? Прав Иов в том, что он просто настаивает на несправедливости этой ситуации. Позиция друзей проста. Они говорят, ситуация справедлива, потому что ты явно где-то там в чем-то согрешил, просто забыл. Вот поднапрягись и вспомни. Вот. То есть, грубо говоря, переводя вот на язык, который теперь у меня возникает после разговора о язычниках, для друзей Иова Ягвы оказывается таким богом по имени справедливости. Он есть только справедливость и ничего, кроме справедливости. Они не понимают, что они не могут даже допустить возможности, что он отличается, что он дистанцирован от своего имени. Иов еще не понимает, какой в этом столк, но он говорит одно и твердо. Это точно не справедливость. Это точно не справедливость. То, что это не справедливость и это как бы Бог, это вполне определенно. Я не понимаю, что это означает, говорит Иов, но это вот совершенно точно так. Именно в этом он прав. Понимаете, тут как бы... Понимаете? Да, получается такая история, что... Почему Иов удовлетворен, кстати сказать? О, нет, еще немножко. Еще немножко в сторону. Но просто для того, чтобы продолжить. Значит, что означало бы, что является Ягвы в финале книги Иова и объясняет, ради чего были все эти страдания. Это означало бы, что он как бы дает некоторую новую картину мира Иову, ранее ему недоступную. И вот эта картина мира, говорит он, она правильная. Вот именно такая картина мира правильная. Это означало бы, что Ягвы открыл бы Иову, так сказать, свое новое имя, которое раньше было бы скрыто. Вот теперь я на самом деле тебе объяснил, вот настоящее мое имя. Вместо этого Ягва указывает на свое принципиальное, опять указывает на свое принципиальное отличие от языческого бога. Он говорит, а я дистанцирован от своего имени. Поэтому справедливость, конечно, мое имя, но оно не совпадает со мной. Поэтому сам бог, сам бог является имморальным, он вне морали. Вот в чем здесь самое главное, на мой взгляд, является недостатка подобного подхода? Тем, что ты пытаешься языческое представление о форме, то есть о форме служения, о форме справедливости, воровства или что-то, имплицировать вот эту самую картину. А вот то самое иудейское сознание, о котором идет речь, она этого не знает. Она не знает справедливости, как некой формы служения. Она знает только форму следования закона. Тебе дали закон, ты его соблюдай. Если ты его не соблюдаешь, тебя карают. Это то, что пытаются сказать друзья Ягва. К язычеству она не имеет ни кроничьего общего. То есть справедливость, как такова, это не Зевс, не Бог, не служение никакое. Поэтому и Евг даже вопроса такого о форме служения он никого не адресует. Вот он адресует, что здесь происходит. А ему говорят, что ты раб. Ты раб, я господин. Я всемогущий, я велик. Ты раб, я господин. У тебя вопроса быть не может, почему я с тобой этого сделал. Но это очень важно, что ни в коем случае, на мой взгляд, справедливость, как форму служения, нельзя сюда проводить. Справедливость в смысле заветов. У тебя есть некоторый закон, аморальный закон. Была здесь правильно говорит совершенно, что Библия, то есть Тора и все это, это написано морализирующим человеком, и у них там такой же морализирующий Бог. Нет, нет, нету вот этого языческого, аморального существа. Вот я, честно говоря, не знаю. Что-то есть в своих словах справедливое. Но скажи мне... Но в моих словах справедливые уже в смысле формы, разумеется, а не в смысле лудейского подхода. Лудейский подход формы служения не знает. Он знает закон в форме западного. А в чем, скажи тогда, пожалуйста, а в чем разница между, скажем, справедливым иудеем и справедливым язычником? Нет, справедливым иудеем, это означает, что ты соответствуешь некоторым данным тебе законам. Ты не воруешь, не против любодействуешь. То есть выполняешь некоторые заповеди. Вот это твой праведник. Да, это праведник. То, что называется праведник, если так можно сказать, языческий, то это каким образом? Ты служишь афродитии тем, что ты являешься великим скульптором. Ты служишь Меркурию тем, что ты являешься необычайно быстрым и хорошим почтальоном. Он же вор, он же торговец. Ты вот таким образом служишь. Морализаторства нет? Морализаторства нет. Почему нет морализаторства? Смотрите, нет. Это вот примеры с торговлей я, как бы, в данном случае отвергаю. Я говорю, скажи, как служа справедливости, язычник отличается от иудея, служащего справедливости. Вот как? Ну, в форме справедливости, что ты ходишь, служишь справедливость, что ты сам эту справедливость как таковую вершишь всегда и везде. Ну, так иудей так и делает. Ты должен что-то не делать, а то, что ты делаешь, это... Нет, 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 смотрите, вот кто вершит справедливость? Вершит справедливость судья. Да. Поэтому, вот, судья, судящий справедливо, язычник, и судья, судящий справедливо, иудей, по твоей мысли, должны чем-то принципиально отличаться. Но я не вижу чем. Теперь это смысл, что такое справедливость. Да, они отличаются принципиально. Ну, и что? С точки зрения, у тебя есть законы, ты судишь согласно букве закона. То есть, с точки зрения язычника, ты судишь согласно духу закона. Да нет, да нет, это ерунда. Соответственно, понятие в образце, то есть, и при этом нет однозначного, то есть, в язычестве нет однозначной справедливости. Что, вот, ты сегодня, вот, может быть, и так справедливо, а на завтра, может быть, чуть-чуть по-другому, обстоятельства изменилось. Да, что это, что это изменилось? Слушайте, но это нет. И, ну, мой Бог, другая справедливость. Нет, с этим я совсем не могу согласиться. Смотрите, потому что, вот, такое простое противопоставление, что иудеи служат букве закона, а язычники духу закона, вот это не протатывает. Это никогда не прокатывает. На позицию судьи дело в том, что язычник точно так же может стать и на любую другую позицию. Ну, просто пример взять, допустим, вор, да. Вор, как бы, с точки зрения людей, он заранее уже обречен, нарушает закон. Заранее. Какой бы он ни был вор. А вор в этом смысле язычества может быть рабом в смысле того, что поклоняется богу воров. С точки зрения язычников он может быть просто совершенным, он может воровским своим понятием следовать, а та да, то есть не разумеет, неважно, ты можешь быть искусственный вор, ты являешься иудеем, искусственный вор, ты уже заранее обречен, ты заранее уже нарушил закон, по самому факту. Это неправда совершеннейшая, вот смотрите, я вижу свое видение Ветхого Завета, я вижу еврейского Бога, как Бога строящего на принципиально других основаниях, причем эти основания он как бы раскрывает на протяжении всего Ветхого Завета и полностью они раскрываются в Новом Завете, это Бог общины в первую очередь, начиная с Авраам. То есть Бог народа, значит? Нет, Бог общины. Но это и есть Бог народа. Нет, нет, когда евреи хотят себе царя, то Бог им говорит, что они его отвергли, он им царя попускает, как у других народов, попускает им, потом даже со скрижалями закона, которые принес Моисей, Моисей принес их во второй раз, а в первый раз он их разбил, что было на первой скрижали, остается загадкой, совершенно непонятно, что там было. Он ходил после этого к Богу, умолял Бога, что это не уничтожал народ, народ плохо себя вел. И принес уже другие скрижали закон. Интересно, что народ себе плохо вел, да, опять же, то есть просто рабы. Да, да, по закону, да. Они заранее обречены вести себя, должны вести правильное. Даже закон не дан, а он уже заранее плохо себя вел. И почему? Не-не-не-не, вот это вот не надо ля-ля. Им было совершенно определенно сказано не служить идолам, и они служили идолам. Ну и отлично, ну отлично, отлично. И это означает, что они рабы? Да. И не, ребята, вы пересмотрите свои кинемиологии. Это же не закон. Совсем одно дело, законническая точка зрения на мир, а совсем другое языческая. Конечно. Это не национальный Бог. Это все-таки не национальный Бог. Может быть так в исторической получил, что евреи стали вот сейчас национальностью, но они как бы не являются национальными с точки зрения религии. Почему? Потому что, во-первых, из Египта выходит около 600 тысяч, из них только 100 тысяч собственные евреи, а 500 тысяч это все недовольные, которые были в Египте. Ну то, что ты предлагаешь... Подожди, смотри, дальше. Дальше вся их история, они включают себя в другие народы, там есть эпизоды. Они же не только уничтожают другие народы, но порой целые народы выливают в свой состав, принимают этот удализм. Потом любой человек из другого народа всегда мог принять удализм. И до сих пор это остается. Ну, так ты... То есть это не национальный Бог, где только по крови все. Ты расшифровываешь, просто ты уточняешь нюансы пчетойности. Нет, ты уточняешь, как нюансы народа становится, как становится народом. Нам же нюансы настоящей пчетойности не важны. Он там, Бог, он там... И всех евреев или евреев иметь. Много из народов исчезло, и много богов исчезло. Этот народ еврейский существует, и Бог его существует. И вот он будет существовать до тех пор, пока евреи не станут национальностью. Но когда они станут окончательным национальностью, окончательным народом, все, они перестанут существовать. Но это внешний разговор. Это внешний разговор. Нет, я просто хотел сказать, что в этом Боге есть нечто другое. В нем есть общительное начало, которое в полноте своей раскрывается только в Новом Завете. Но оно уже присутствует и вверху. Там все это скрывается, только как бы постепенно. Про Новый Завет можно тоже поговорить. Но нет, я вот, по-моему, достаточно законченную свою позицию не сделал. Очень важно понимать, что ни в коем случае не надо понимать Библию как нечто более совершенное и настраивающееся, и дискутирующее с тем пониманием язычества, которое, например, мастерил Игорь. Все прямо наоборот, оказывается, да? Что Библия, то есть Ветхий Завет, это нечто стрёмное, страшное, старое. А вот это высокое понимание язычества, как служение некой формы, оказывается гораздо более точным и, самое главное, гораздо более поздним. Это голословное утверждение, Игорь. Мне тоже кажется, что это очень голословное. И самое главное, это ничуть не помогает понять, приходится к пониманию ТНЦ, чему, собственно, и был бы посвящен разговор. Мне кажется, помогает. А по-моему, что, по-моему, голос от лица после решения. Давайте я попробую сформулировать. Всем все под лавку на сайте от лица. Да. Ведь действительно там самый сложный момент, это почему все-таки Иов оказался прав. То есть, Бог признал, что он прав, а те не правы. То есть, где так тонкая грань между тем, что, скажем, я точно знаю, что я праведен. Я ничего не нарушал. Рационально помню, вспоминая каждую минуту своей жизни, я точно помню. И вот это рациональное знание и рациональная преданность закону, она важнее, чем где-то я случайно, может быть, не заметил, кого-то раздавил, когда шел. Или, может, у кого-то что-то, может, даже украл, но не заметил. Пока ты не заметил это, тебе говорят, ты не заметил это, ты согрешил, то ты и праведен. То есть, самое главное, что ты рационально, четко знаешь, ты следуешь буквы законов всегда. А тебе говорят, что ты где-то, когда-то кому-то там, ну признай, что ты был. Хорошо, понятно, но это же не помогло Иову. Помогло. Вот именно это и помогло. То, что когда он четко знает, что он рационально знает, что он не согрешил, значит, это и помогло оставаться им праведником. И Бог принял его именно, он сказал, вот он прав. Нельзя сомневаться. В законе нельзя сомневаться. Если ты ему следуешь, и ты не сомневаешься. То есть, там в основном была идея тоже. Ну, если бы Иов засомневался, засомневался, что он, а может, действительно он грешник, это было сомнение в законе. Нет, но Бог-то его наказывал, насколько я понимаю. Нет, не наказывал. Изначально. Но Иов-то не наказывал. Это не наказание было. Нет. Иов-то был недоволен. Это две разные вещи. Одно дело... Нет, мы это уже обсуждали на прошлом. Одно дело наказание, а другое дело я недоволен. Бог его не наказывал. Бог его не наказывал. Не наказывал. Наказание это конкретное действие. Хотели друзья и Иову понять ситуацию, что Бог его наказывал. Наказывал. Он его не наказывал, он просто так и молоко отрубил. Он сказал, что да, это мне неприятно, да, Бог так захотел, но я все равно правил, я ничего не совершал. То есть это вот этот вопрос Ивана Карамазова, что это детишки страдают? Но с точки зрения Йова это же было несправедливым. Понимаете, да? С точки зрения Йова это было то, что он лишился руки. Он лишился, конечно, да? А другие люди сказали, что Бог справедлив. Так вот когда Бог говорит, что вот Йов прав, он имеет в виду именно это, как я понял, Игоря, что Йов прав, который меня упрекал в несправедливости и вообще в том, что я плохой. Йов не упрекал в несправедливости. Не я плохой, а жизнь плохая, которую я сотворил. Чтобы вытие наше повреждено, чтобы тут зло. Йов, Йов такого не говорил. Вот и я уже это притерывал. Йов, Йов ни в коем случае, он хулыл на Бога, ни в коем случае не... Это жена его говорила. Йов ни в коем случае этого никогда не делал. Он не воспринимал эту ситуацию. Давай тогда дадим слово Игорю. Да. Вот это последний момент. Сейчас придет барин и всех рассудит. Все под лавку. Он сам. Он сам. Он сам. Он сам. Йов прав. Почему? Да. Значит, Йов прав в том смысле, что он ясно фиксировал, что Бог несправедлив. И он еще не понимал значение этого обстоятельства. Финальная речь Ягвы ему разъясняет, что все дело в том, что тебе следует знать обо мне. Да. Что я отличаюсь от своих имен. Я от них дистанцировал. Вот это вот дистанцировано. Когда эту дистанцированность Йов обнаружил в виде несправедливости Бога, он был шокирован. А потом ему сказали, да, все правильно, потому что я именно дистанцирован от своего имени. И это есть главное, что тебе следует обо мне знать. А он говорит, а, все. Спасибо, теперь я понял. То есть ему не объяснили случившееся им зло тем, что дали новую картину мира. А просто объяснили некоторое, так сказать, устройство Бога. То есть Бог сказал, что он больше закона. Ну да. Что он не морален вообще. Да. Он больше закона. Что он не справедливый. Ну да. Нет. Это имя есть. Но это имя дистанцировано от самого Бога. Мне кажется, что они то же самое говорят, только с другой стороны. Ну. Что быть вне законной не означает быть господином. Что хочу, то и делаю. Нет. Это не означает. Это совершенно разное. Ну как. Смотрите. Что значит быть вне морали? Это означает, что тот, кто вне морали, не подчиняется самому правилу морали. Не, не, не. Здесь происходит. Вот. Это интересное обстоятельство. Здесь происходит смешение двух смыслов. Которые в русском языке фиксируются двумя разными терминами. Значит, можно быть вне морали тем способом, что быть аморальным. То есть быть вне морали тем способом, что нарушать мораль. Например, вот там, убивать, воровать и все в таком роде. А можно быть вне морали тем способом, что быть аморальным. То есть, как бы сказать, не подчиняться морали как регулятору. Если угодно, если угодно. Бог является творцом закона, но не подчиняется закону. Да, в отличие, допустим, от христианского бога, который иной. Ну, это в стороне. Но форма служения, она здесь вообще ни при чем. Имя для иудейского бога к имени язычника, то есть к форме служения, не имеет никакого отношения вообще. Никакого. Он об этом даже не знает. Имеет полное самое, что и на есть отношение. Есть, правда, интересный вопрос, который я вот ответа от Игоря так и не услышал. И делаю для себя зарубку, что тут надо как-то продумать это обстоятельство. Действительно, интуитивно кажется понятным, что должна быть некая принципиальная разница при всем фактическом совпадении. Вот справедливо служащий судья язычник и справедливо служащий судья иудей. Должна быть некая принципиальная разница. Но как ее сформулировать, я не знаю. Понятно лишь только, что сказать просто, что, дескать, иудеи соблюдают букву закона, а язычники дух, не прокатывает. Потому что иудеи точно так же соблюдали дух закона. Вот маленький пример, просто тот, который я точно имею в памяти из, что называется, Тора. Известная была история, что вот когда был организован храм, то, ну там про устройство не будем сейчас говорить, а будем говорить только о чем. В том, что там испекался специальный хлеб, который должен был участвовать в богослужениях, и который могли потреблять, то есть кушать, только в тот день служащие священники. И больше никто. А? А пресноки? Нет. Ни при чем здесь о пресноке. Не говори о слове. Либо приношение? Просто хлеб. Просто некоторый как бы хлеб предназначен для священных нужд. Вот. И была там очередная заварушка, очередная война, которую вел царь Давид в качестве царя иудеев. И вот он и тот воинский отряд, который он возглавляет, вот, однажды там уходили от погони, вот, видимо, растеряли весь обоз, жрать было нечего. Они все очень хотели есть. Вот. И ближайшее, что к ним было, это был храм. И Давид вошел в храм, взял этот хлеб, предназначенный только и исключительно для служения Богу, для приношения Богу. Вот. Ел сам и дал бывшим с ними. И это ему никогда не вменялось в грех, хотя это было буквальное нарушение буквы закона. Поэтому они прекрасно понимали, что есть буква и есть дух. И более того, никакая реальная судейская жизнь невозможна без этого понимания. Невозможно разрешить ни один конкретный случай жизненный, если ты не будешь понимать, что есть дух закона, и ты должен руководствоваться в разрешении конфликтов именно этим духом, а не буквой. Конечно. Ну, разница на другом примере-то она и есть, потому что у тебя, ну, как, например, на примере Волота, она понятна? На примере Волота. На примере Волота. Нет. На примере Волота. Я считаю, что Игорь ошибся, сказав слово дух закона. Это ни при чем. Ну, может быть. Да. Есть вопрос, в чем. Более точно, скорее всего, нужно сформулировать так, что есть справедливость по закону, это лудейский, и есть справедливость как форма служения. Вот это две разные справедливости. Это, я говорю, интуитивно, интуитивно тут действительно, интуитивно здесь есть какая-то разница. Вот как ее сформулировать, я лично считаю, что это крайне важное обстоятельство, это надо об этом участвовать. Ну, ее очень просто сформулировать, если что-то не делать или делать так. Если отказаться от попытки имплицировать языческое понимание, то есть высокое понимание имени как форма служения. Ну, хорошо, не экстраполируют, ввести в оборот, ввести построение, если отказаться от попытки ввести построение, высокое понимание имени как форма служения в библейский текст. Нет в библейском тексте никакого иудея подобного рода вещи не знали. И это выражает той самой формой, что языческий подход, вот это самое, имя как форма служения, он оказывается, не уверен, что по временной шкале, но точно по логически, оказывается значительно более разработанным и более, наверное, красивым и содержательным, чем подход библейский. Библейский, в смысле, наивный. Это вот именно подход раба и господина. Там нет свободного человека, который выбирает форму служения. Ну, Игорь, я понимаю, ты пытаешься просто повторять одно и то же. Я могу повторить со своей стороны опять все то же самое. Это лишь интерпретация. Ты производишь удивительно... Это все интерпретация. Да, вопрос, на мой взгляд, должен состоять только в том, насколько интересна интерпретация, которая, может быть, дает некоторый плюс к дальнейшим продвижениям в поле смысла. Твоя интерпретация, она слишком плоская. Она предполагает, что как бы просто все сявки, а я здесь главный. Ну, скучно, тупо и неинтересно. Но, тем не менее, интерпретация раба и господина, она в некотором отношении параллельна интерпретации различия Бога и имени Бога, мне кажется. По крайней мере, по отношению к теодицеи. А это же все же, как я понимаю, был основной вопрос. Да. Правда, нет. То есть, вопрос. Я ставлю вопрос. На отношении благобая господина, она на автомате решает проблему теодицеи. Почему ребенок страдает? Ну, то есть, просто ее нет этой проблемы. Да, ее нет. Вот и все решение. Нет. Вот. Возвращаясь... Нет. Почему нету? Я спрашиваю, а почему так устроено, что существуют различия между Богом и именем, и именами Бога? Или, почему так устроено, что Бог господин, а мы рабы? Вот. Это тайное беззаконие, фактически. Да. На право. Ответ на этот вопрос не будет оправданием. Может ли быть так, чтобы все были господа? Да. Может ли быть так, что Бог совпадал со всеми своими именами? Вот. Вопрос. К чему ссорится? Вот тайное беззаконие, да? Я вам на два вопроса. Два совершенно конкретных ответа. Не может быть. И на первый, и на второй. Ну да, не может быть. А теперь вот за этими словами должен последовать развернутый ответ. Но он не в первом смысле, он не может быть, потому что у нас формы служения, они еще отличаются как бочтойности. Если он совпадает с формой служения А, таким образом он не может совпадать с формой служения Б. Да? Поэтому в этом смысле Бог не может совпадать со всеми своими именами. Да? И даже это христианские богословы выражают это в той способе, что есть некий тетрагоматом, настоящий, называемый имен Бог. Это вот ягва. Это не христианские богословы. Ну хорошо, ягва, да. Не христианские. Ладно, какие-то там богословы. Где-то храмдон, там ухажали четыре выходит. Да. Вот. Что-то я не понял. Этот ответ. Ну то, что я видел. Если Бог совпадает со всеми своими именами, значит совпадает с именем А. Ну и имя А, в смысле четвертости, отличается от имени Б. Поэтому он не может совпадать одновременно с А и Б. Ну что, поставил у тебя, по-моему. Он не может совпадать с именем А полностью. А? Другое имя. Другое имя? Почему не может? Ты не можешь одновременно совпадать с именем… Всеобъемлющий Бог. Совпадает и с этим, и с этим, и с этим, и все. Есть Бог честного человека и есть… Всеобъемлющий Бог. Всеобъемлющий. Всеобъемлющий. А потом еще какой-то имя. Ну… А у тебя все имена… А это одно имя, Б это второе имя. А это Афродита, Б это Артемида. А Афродита, богиня любви, занимается любовью утром и вечером и днем. А Артемида хранит девственность. Ты не можешь совпадать одновременно с А и одновременно служить Б. Ну что? По-моему, мне даже немножко стыдно это повторять вслух. По-моему, настолько ясно. Поэтому у тебя либо принципиально многобожие, но не бывает так, что Бог, он там один во всех этих лицах. Он и Артемида, и Афродита. Он не может и не стопроцент вас видеть. То есть принципиальная ситуация многобожия для язычества, она важна. Там нету действительно и архии. В Артемида ничем не лучше, чем Афина. Афина ничем не лучше, чем Афродита. Ну вот такова. Это просто некий набор имен. Да. Ну, в общем, давайте я поставлю точку, не логическую, да, но просто хотя бы в некотором смысле. То есть основной мой посыл, который я в качестве некоторого общего подозрения и прошлый раз высказывал, состоит по поводу теодесеев в следующем. Важно понимать, что целью теодесеев является не оправдание существования зла, как это часто понимается, не оправдание справедливости или несправедливости мира, а является познание Бога. Именно этому учит нас книга Иова. Теодесея на это, именно на это был направлен бунт Иова. Именно поэтому, именно так разрешается теодесея положительным образом. То есть объясняется не зло, если угодно, да. Мы объясняем Бога. Или, другими словами, мы как бы уточняем свое понятие о Боге. Мы уточняем идею Бога. Это один из важных, ну то есть как бы коренных результатов, которые имеют ТДС. Есть еще второй, но до него... Не, мне интересно, какой бы Бог ни был, зло-то есть безотносительно? Как зло-то оправдывается? Допустим, Бог такой, как такой-то один, или там он другой, третий, десятый, это неважно, и морален, или там, или морален. Если есть зло, и надо соотнести Бога и зло, вот и все. Ты как будто отсутствовал. Нет, я не как будто бы отсутствовал. Просто проблема зла, она остается безотносительно, как мы понимаем Бога. Нет, она остается, но она выходит за границей, и проблема этой цели. Вот все, о чем в итоге. Это будет интересно, в конце концов, не оправдание зла, да? Это не оправдание Бога. Нет, и не оправдание зла, и не оправдание Бога, насколько я понял, а способ понять Бога. Ну да, да, то есть есть некоторое... Она начинается как попытка оправдания Бога, заканчивается, если заканчивается успешно, как познание Бога. Вопрос о зле, да, это отдельная история. Вот, ну тут как бы... Нет, ну фактически почему... Веселось к тому, что Бога и зло развели. Раньше Бог был благо, да, и как бы надо было соотнести Бога благо и зло. А теперь говорят, что Бог как бы отдельно, он сам по себе, а зло как бы отдельно, сам по себе. То есть Бог не творит, он там ничего не вершит, он не господин, он просто, условно говоря, ручка у двери. Да, вот есть ручка, есть, да, а зло как-то отдельно там где-то еще... Никто этого не утверждал. Нет, у вас как получать. Возвращается, что зло оцепили от Бога, и Бог за зло уже не отвечает, и просто эморали, и все. И так пока получается только потому, что произошла какая-то недоговоренность, да. Вот почему-то вдруг Игорь сказал, что ему даже стыдно это говорить, и все очевидно. А вот если бы он преодолел свой стыд, да, и проговорил бы чисто логически, Почему Бог отличается от множества своих имен, да, почему они разнесены? И вот если бы это было проговорено до конца, мы неизбежно бы пришли к тому выводу, что кроме вот собственно Бога и вот имен должно существовать еще нечто. Понимаешь, да? А вот по суку Бог и вот имена, это по определению как бы нечто хорошее есть, добро абсолютно, то вот это третье, для этого третьего остается только место зла. Но если есть добро и существует еще нечто, да, то почему сатама? Ну вот видите, что это. Сатама? Не, просто практики. Собственно, наша грешная идея. Вот представьте, Бога нет, представьте. Йох там жил-жил, вдруг раз у него вся семья вымерла, там все богатство исчезло. Он задается вопросом, что это как-то странно тебе вроде. Я вроде жил-жил, богатство исчезло. Откуда это зло? Просто без Бога. Вопрос, есть Бог или нет, это просто вопрос старого. Знаешь, Эбулат, нет, ну вот в такой форме ты делаешь из Иова дебила, потому что тому, что люди смертные и случаются всякие странные и неприятные события, дети научаются довольно быстро. А Йох, значит, до седых волос дожил, вот, все было хорошо. Тут у него все умерли, и он как-то задрисывался. А что ж такое случилось-то? А что ж они умерли-то? То есть позже не умирали. Надо же как-то оправдать, что такое волосы. Почему? Почему? Нет, в твоем построении никакого оправдания нет и не нужно, потому что просто такова жизнь. Были? Такова жизнь. Умерли? Потому что такова жизнь. И все. Ты любишь простые ответы? Вот тебе простой ответ. А вот простой ответ с вашим Богом. Ну Бог-то Бог. Вы же тоже так же говорите. А почему так? Да Бог такой. Бог и морально он такой. Все. Это тоже простой ответ. А надо соединить две, соединить зло и Бога. Вот почему вопрос этой децынии. А мы взяли Бога отцепили от зла, зло отцепили от Бога и все. Да зло соединяется не с Богом, а зло соединяется с бытием. Понимаешь? Бог. А почему устроено все так, что тем не менее существует зло? Потому что иначе быть устроено не может. Вот в чем смысл всех рассуждений. Но это же то же самое. Вот есть господин и есть рабы, да? Но это же то же самое, о котором Игорь говорит. Он устроен и все. Нет. Да и почему? Так это вот оказывается. Ну вот есть господин и есть рабы. Это же хорошо на самом деле. Все казалось бы, да? Ну, зададимся всем вопросом. А может ли быть так, что есть господин и есть рабы? Да нет, не может так быть. Потому что, чтобы мы говорили о том, что есть господин и есть рабы, должны быть другие. И вот на фоне других мы можем сказать, вот это господин, а это рабы. Понимаешь? Ну и почему? На любой ситуации уже можно писать изнутри. Вот они описывают изнутри. На самом деле, может быть, вновь нельзя, конечно. Понимание господин и раба достаточно этой позиции, бинарной. Бинарной абсолютно недостаточно. Вообще бинарная позиция недостаточна для понимания бинарности. Все время должно быть нечто третье. Только с третьей позиции мы можем говорить о бинарности. Вот в чем заключается этот тотальный обезорудование? Уже, по-моему, мы переходим к каким-то другим разговорам. И надо это обозначить питьем чая. Бинарная позиция